Мы благодарим Тебя, Господи, за всё, что Ты допускаешь до человека. В этом радость служить Тебе, благословляя Твое святое имя. Ты предупреждаешь всех на земле, что будет суд Божий, и чтоб человек приготовился к этому. И спастись возможно только через жертву Иисуса Христа, который взял грехи мира на себя и умер за всех. Слава Тебе! Помилуй нас, Владыка, помилуй! Наставь на путь истинный, дай силы служить Тебе, послужить ближним во славу имени Твоего святого. Ты сказал, кто не отречётся от себя и не возьмёт крест, который Ты даёшь, не может следовать за Тобою. Помоги нам, Господи, и благослови. Мы прославляем Твое могущество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Аллилуйя! Ибо так возрубил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Аллилуйя! Всякий, делающий добро, идёт к свету, дабы явно были дела его. А делающий злое не идёт к свету, ибо дела его злы, и он страшится сам себя. Слово Твое предупреждает. На землю сошёл дьявол в великой ярости, ища, кого поглотить. И рыкает, как лев, ища добычу себе. Его собираются люди, прелюбодеяния, блуде, сквернословие, табакокурение, наркотиках. Проводят свою жизнь, не зная тебя. И после жизни своей уходят вместе с дьяволом в озеро огненное, кипящее огнём и серое, где слышен плащ и скрежет зубов. Да не будет этого с нами. Ты сказал горе смеющимся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете. Блажены плащущие, ибо они утешатся. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Добрый день! У вас вопрос какой, может, есть по спасению души своей? Где он сайт? Нет, так послушал. Послушать. Мы молим Господа Бога, чтобы послал добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все услышали, что мы искуплены кровью Христовой. Потому что то, что делают люди вот здесь, вот этот чат, это сказать страшно. Они прямо открыто творят блуд, разврат, показывают органы свои, анонизмом занимаются. Здесь процентом 80 мусульмане. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну вот общение. Какое общение-то? Блудник, скудаумен. Вы не обманывайте. У вас дома разрешается 4 жены иметь. Колым платить надо, а тут 44 бесплатно. Вот почему. Вы жеребцы. Зачем вы пришли? Вы же знаете сами себя. Не обманывайте. Вы скажи, я пришел насладиться плотью. А за это возмездие. По вашей религии тоже это не одобряется. Вы же понимаете это. Люди не хотят поверить, что за все придется отвечать. Это знали древние люди. Это в вашей книге, в которой для вас священно написано, что ждет грешника. И мы сюда пришли, чтобы рассказать, как перед потопом люди грешили и не думали, как потоп пришел, потопил. Так перед пришествием Иисуса Христа будет. Не будут думать. Будет говорить мир и безопасность. И внезапно придет пагуба, как мука постигает женщину, имеющую в очреве. Она не думала вдруг время родить. Мир стоит на границ великих потрясений. Нам Бог открыл, что дальше будет. Великая битва будет. И погибнет третья часть. А это 2,5 миллиарда человек погибнет. А далее будет один правитель над всем миром. И он будет восседать столицу мира. Иерусалим будет. Три с половиной года. Не больше. Ни одного дня. А этого ничего нету еще. Нету, а уже все известно. 2000 лет назад Дух Святой прорекал это слово. Прорек, и мы это знаем. Говорят, а как по событиям узнать? Очень просто. Мы видим чудеса. А какие чудеса? Явное чудо это еврейский народ. Я не еврей. Я просто рассказываю. Как? Они исчезли как будто бы. И вдруг государство в 1948 году образуется. И там смотреть не на что. Полоска одна. Их территория, меньше территории мусульман в 500 раз. И с ним ничего никто не может сделать. Объединялись, нападали. Все бесполезно. У них все деньги, пресса, юриспруденция. Почему? Бог предсказал это. Вот у нас Авраам, они от Авраама. А у вас Ибрагим называется. Если вы мусульманин. У нас Соломон, у вас Сулейман. У нас Иисус, у вас Иса. Написано в вашей священной книге. Но только у нас Иисус, он спаситель мира. А у вас пророк. Он умер за наши грехи. Он наш спаситель. Вот об этом не кто-то говорил, а мусульманин, писатель, Чингиз Айтматов, когда написал роман Плаха. Его спросила корреспондент, а почему главный герой христианин? Он говорит, Мухаммад много сделал доброго. Но он не умер за грехи людей. За грехи людей умер Христос. Поэтому главный герой у меня христианин. Он мусульманин. Но ответил, как есть. Мы были в миссионерской поездке от Владивостока до Лиссабона. У меня 38 книг вышло. И везде дарили. Мы прошли 6 мусульманских республик. Турцию. Мы встречались много с мусульманами. В доме мулы ночевали. Мещать ходили в Баку. Азербайджан. У нас очень хорошее отношение с ними. Но мы должны сказать то, что сейчас я сказал. Я как-то беседовал. Там большое какое-то совещание было. Там мулы были, имамы. Видимо, шейхи были. Я спросил их. Определенный вопрос по семейной жизни. А один из них, видимо, приехали. Они были. Хадж был. В Меху и Медину. Оттуда приехали старцы. Аксакалы. И он говорит, горе нам, если нас будет судить сын Марьями. То есть Марии. А мы говорим, как раз он и будет судья. Судья. Ему Бог предал суд. Мы говорили, вот мы ездили, где поднимаемся в библиотеку. И стрелка стоит. Комната для намаза. Мы спросили начальника. Это, кажется, город Каспийск. Там можно зайти помолиться? Он позвонил, говорит, вопросов нет. А ее открыли. Мы идем, разулись. Зашли. Мы все засняли. Мы молились. И последний поклон, как у мусульман было. Ходили там в мещеть. Молились. Много с ними беседовали. Мы дорогой много проехали. 120 тысяч километров. Мы с ними встречались всюду. И нам ни разу, ни один мусульманин плохой не встретился. Мы в одном месте сбились с пути. Не знали как. Так он узнал это. Впереди нас поехал на машине. А когда вывел на дорогу, тогда подошел и говорит, у меня отец вот такой же на меня показывает. Аксакал. Я говорю, а как вас звать? Он говорит, Ахмат. Ну, благодарим тебя. Если мы где-то молимся, а мы в каждом городе как выезжали, расстилали палатку и молились. А на дорогах работают там с юга. Ну, они и мусульмане-то на рощи, что там туркмены, узбеки. Но они тоже что-то знают. И мы знаем, где мы молимся, нас они в обиду никогда не дадут. Потому что мы уже с ними, ну, близко сходились. Там, где молились мы, в Австрии. Мы молились, и они рядом. Молились в Баку, прямо на вокзале. А они, глядим, начали молиться. А мы мамами еще. Мы тоже расстелили свой до Старханта. И встали на колени, стали молиться. Видите как. Это мы не придумывали, это Господь так устроил. В одном городе мы коснулись как-то. Недолго не могли библиотекарь найти, а продавцы узнали, что мы ищем. Они нас прям чуть не за руки затащили в магазин. Что вам надо? Возьмите. Вот такой кусок сыра отрезали. Мы говорим, мы не возьмем, у нас пост. А что можно? Хлеб. Ну, если помидоры. Они нас нагрузили, деньги не взяли. Я потом приехал домой, их отблагодарил. Мы сфотографировались. Видите как. Мы были в Беслане, вместе плакали. Я не мог выдержать, когда посмотрел это все. Пулями из решетчины. И там одна женщина, а видно, она красивая была. А печаль, лицо у нее, все в печали. Она сына потеряла. И мы вместе плакали. Мы были в Демьяновск, в котором там тоже больница была захвачена. Тоже прошли, всех расспрашивали, женщины рассказывали. Вот какое дело. Господь благословляет ищущих. Я вот опытным путем пришел в 23 года, чтобы остановиться, то, что я имею в христианство. Я тщательно разбирал, все по порядку. Несколько раз Коран просчитал, веды. Там какие книги есть у каждого народности какие. Я очень много занимался. И когда стал считать Евангелие, я понял, выше этого ничего нет. Христос Спаситель. А я в это время на море работал. На моряки, понятно, порт сошли, пошли. Ну, народ такой, говорят, оторви да брось. А меня Господь вывел. Я учился в училище. Я пришел и сразу сказал, уверовал. Мы живем неправильно. Неправильно. Нас муха ждет. У меня сразу тронулся мужик. Все. Если я о Боге заговорил, значит, это уже что-то у меня... А только что характеристику в училище давали прекрасная характеристика. Член судового комитета. Много учусь, занимаюсь. А тут сразу в одну ночь меня повернуло. Это Бог сделал. Брат обратился, он сейчас священником стал. Я 56 лет иду этим путем. И утверждаюсь более и более. А зачем пришли сюда? Я повторяю. Здесь место темноты. Место Содома и Гаморры. И поэтому мы даже людям сказать, что их ждет. И вот я месяц тут уже пробыл, второй месяц. Человек 10 уже мы нашли. Хорошие люди. Ну, молодые даже есть. Один музыкант. Говорит, а как в хор попасть? И да разговорились. И вчера я его ролик выставил. У меня YouTube называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». 14 тысяч 130 роликов. 14 тысяч. Мы с нуля строим православную деревню. Я был начальником детского лагеря. 45 лет сам основал его. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли. У меня были всякие там. И баптисты. Мы-то православные там. И католики. И мусульмане. И все как одна душа, как одна семья. 45 лет. Ни одного отравленного. Ни одного заболевшего. И государство это видело. Только гнобило и гнобило нас. Комиссия за комиссией. Мы нормами соответствуем. А как я могу соответствовать, когда ни рубля нету? Мы сами там построили. Прути переплели. Заштукатурили. Побелили. Это все в кино есть. Снимали о нас государственные фильмы. Мы показали, что в бедности можно жить красиво, интересно и безропотно. Для Бога. Я знаю, что там, за гробом, другая жизнь. И это жизнь только подготовка. А ничего нет. Бей, хватай, ешь. Ну а куда ты пойдешь дальше? Ты все равно умрешь. Все равно ты состаришься. А не веришься, так он и до старости не доживет. Наркоман 36 лет. А у меня пять тюрем позади. Пять тюрем. Меня 26 лет кромсали, мучили, выворачивали руки. В морозилках держали. Это 26 лет. Это не игра какая-то. А мне уже 80 лет. Я все еще живу. У меня три голубятни. Я на велосипеде езжу. Вот если зайдете, во свете Библии Игнатий Лапкин. Это мое имя, фамилия. Игнатий Лапкин. Вы найдете сайт отдельно, форум. По скайпу можете зайти. Только запомните, Игнатий Лапкин. И вы меня, я один по такой фамилии. И имя, и фамилия, чтобы было. А самец? Да. У вас вопросов нет? Нет. Ну тогда мы прощаемся с вами. Ладно, счастливо. Храни вас Господь. Во славу Божию. Да сохранится вас Господь для царства своего. Аллилуйя. Как я соединию? То, что как я. Ф Stanley. Вся. Я. Вся. Ну, яа. Вся.